Приветствую всех настоящих ценителей бокса. 30 января нас ждет поединок Сергея Ковалева против Бектемира Меликузиева. На канале мы уже разбирали странности, подозрительные моменты данного боя. Также мы разобрали технику и особенности козыри Сергея Ковалева, чем он опасен. Но сегодняшнее видео я полностью хочу посвятить именно Бектемиру Меликузиеву. Будет подробный разбор его техники, в чем его сила, и я хочу предупредить сразу. Не только мы перечислим банальные моменты из серии, что левша, рост такой-то, ручки выше и все в таком духе, а мы копнем довольно глубоко, информация будет эксклюзивная. Поэтому если вы любите бокс, не просто болеете, а именно любите реально технику искусства бокса, то усаживайтесь поудобнее, разбор начинается. Итак, Бектемир, чем он крут? Первое. Он имеет уникальные ноги. Он левша, двигается в челноке. Это тема отдельного разговора. На самом деле челнок по технике тоже бывает разным. Можно больше на мысочках, можно как бы условно на полной стопе скорее. Так вот, Бектемир своими передвижениями, он контролирует дистанцию. То есть он, когда нужно, выходит на соперника, а когда нужно, во время его атак, он наоборот уходит. Ну и соответственно, он это все может чередовать, то есть раздергать его, выйти со своей серии, уйти из зоны ударов противника. Это первое. Второе. Кроме передвижения именно вперед-назад, некая классика. И, конечно, в сторону тоже он смещается, как и все боксеры высокого уровня, без этого никуда. Но Бектемир, он меняет угол атаки. То есть он не просто как бы пассивно движется в стороны, а он именно Пакман так делал, Василий Ломаченко так делает. То есть он, по сути, резко меняет угол атаки и с одного угла заходит, с другого угла заходит. Это может быть повторная атака. То есть у него уникальные ноги. При этом техника техникой, но они очень сильные, очень он прыгучий. Удары. Ну, очевидно, что Бектемир бьет быстро и он бьет тяжело. Но какова именно техника, какова механика его удара? Бить можно совершенно по-разному. Ну, во-первых, он так как движется во многом в челноке, то он и бьет, исходя из этого. Техника удара у него абсолютно классическая. Очень сильно вкладывает ноги. То есть ноги это и бросает массу вперед, но и ноги именно, они задают вращение. Вращение таза, вращение, потом идет туллище. И что здесь важно? В ударах своих Бектемир, он не пытается напрягать руки, их распрямлять. Руками как бы бить. Он это вообще не делает. То есть у него руки, обратите внимание, он даже руки, плечи у него опущены вниз, но он даже часто руки опускает. То есть он их не бросает вообще, как я сейчас показываю. А сбрасывает руки вниз, он как бы бьет полностью телом. А рука, она уже как дополнение к телу. Кулак только сжат, довернут. А сама рука, она расслабленная, как такой, я не знаю, прут, хлыст. И она расслабленно летит, полностью без усилий. И у него уже за счет техники, у него перед контактом, у него правильная постановка. То есть, ну, попросту говоря, там, локоть поднимает, да, и жестко как бы уже, она оказывается в жестком положении. Но весь полет ее был мягкий, и он бьет не руками, а он бьет именно чисто ногами, тазом, плечами, лопатками в какой-то степени их бросает. А руки, они как бы уже сначала отстают, а потом разгоняются и как кнут, именно догоняют. То есть, это его техника ударов такая. Мы к ней сейчас еще дополнительно вернемся чуть позже в этом же видео. Какие бьет он конкретно удары? Ну, в принципе, он бьет все удары. Как правило, это серии. Обычно двойки, изредка тройки. Еще, что важно, сочетание ударов и движения. Бегтимир, ну, есть некий поставленный набор серий. Ну, из серии, там, двойку ударил. Ну, я из правши показывал, он левша, да? И вот он ее ударил, или там, три удара ударил, и он никогда не остается на месте. То есть, у него всегда после этого именно наработана чистая рефлекс, он уже не думает. Ударил, сместился ногами, ударил, вынесли его ноги. То есть, это и дает безопасность. И получается, вроде просто двойки, как бы, да? А по сути, то, что ударил, он же всю массу вкладывает очень тяжело, передает, как бы, энергию своего удара, тяжести. И уходит при этом. И при этом он тебя в челноке своем, он тебя постоянно раздергивает. И он тебя раздергивает, ты его хочешь ударить, он чуть уходит. А когда нужно, он тебя подхватывает из своего челнока. То есть, все построено на ногах и на очень правильной, качественной технике удара, где именно все идет от ног. А руки, ну, чисто напряженные кулаки, и расслаблено они, они летят в конце, в нужном положении втыкаются. В нужное положение дает жесткость. Что еще важно? Вот основа-то какая? Почему люди падают? На самом деле, сильно ударить много ума не надо. Достаточно иметь просто, ну, какую-то базовую технику удара. То есть, вы, наверное, даже вот я ставлю обычно разные заставки перед своими видео. И у меня одна из заставок, я еще не знаю, в этом видео я ее поставлю или другую, где я там, ну, чувака бью. Это очень давно было. И он, ну, падает, да? Проблема-то в чем? В том, что у меня так было за все бои, так, ну, прям попасть хорошо, только один раз. То есть, удар иметь, его, как бы, этого мало. То есть, ты имеешь удар, противник имеет удар. В итоге вы выходите, и в бою так вот ему ударить, как бы, зафитилить не выходит. И мастерство именно как раз вот зафитилить. То есть, подгадать некий момент, некое положение, да? Чтобы ты вот бьешь именно, это может быть что угодно, там, проставить двойкой. И ты вложил ногами, толкнулся, расслабился, всю массу свою раскрутил. И вот раз, удар. И чтобы так момент подгадать, удар, он же длинный, на самом деле, тяжелый удар хороший. Чтобы попасть в нужное время. И за счет чего делает это Бегтимир? Каким образом? Вот это, по сути, и есть главный секрет. Почему он это делает? И это очень сложно. С одной стороны, я думаю, здесь не обходится без таланта. Просто у людей, ну, физически разный талант, разное чувство времени, разная психология. Может быть, из серии, даже случайность, может быть, в детстве по кому-то попал удачно в себя, поверил. Стал тренировать, стал что-то точить. Ну, то есть, без таланта здесь никуда. Но мне кажется, что главный секрет успеха Бегтимира, и мы возвращаемся к технике его удара, в том числе, и к технике всех действий, это его тотальное расслабление. То есть, сравните Бегтимира даже с другими узбекскими боксерами. Я Бахадира Джалолова брать не хочу, он высоченный, у него там и своя техника. Но сравните, например, с Иргашевым. Посмотрите, как бьет Иргашев. Он напряжен максимально, у него прямо мышцы все бугрятся. И он бьет из напряжения. Напрягает все свои мышцы, да? Да и почти все они, вот там любого взять, и Сраил Мадримов. Это все боксеры высокого уровня. И они, многие из них станут чемпионами, это понятно, но они более напряженные. Бегтимир, может быть, в этом даже его счастье, что он мощный костяк, но он не такой как бы мышечный, у него даже жирок есть. Может быть, это ему дало такую правильную привычку техническую, расслабляться. То есть он все делает из максимального расслабления. И я думаю, что секрет его успеха, даже вот его стойка, он не прямо стоит, он весь как бы сутулин, и у него нету напряжения. То есть он весь обмякший. Ноги обмякшие, все обмякшее, нету напряжения вообще. И даже удар, вот он бьет, почему он так быстро бьет? Ну понятно, и мышечные волокна определенные, то есть у каждого генетика своя. Но техника, то есть у человека, у него только кулаки сжаты, все, у него расслаблено все. И вот эта вот расслабленность, именно, она и дает этот полет. Кошачий такой, когда ты толкнулся двумя ногами, раз перелетел, там, два перелетел. И вовремя. А кто более, как бы, ну, напряжен, у него это получается не так. Теперь, есть ли у Бегтимира Меликузиева минусы? На самом деле они есть. Многие сказали бы, ну, банальный, как бы, что, типа, руки опускает. И говорят, там, ручки подними, надо ручки поднять. Я, если честно, считаю, что в целом это глупость. Потому что есть разные стили бокса. У него так построен удар, что у него, когда руки опущены, он же, как бы, бьет чисто тазом, плечом. Он, у него, по факту, он, если руки поднимет, да, они будут на месте. Да, он будет, как бы, больше прикрыт, наверное. Но он будет хуже бить. Это вот, он поэтому и опускает. И я не знаю, как это лучше передать. Есть, как бы, разная механика чуть-чуть. Это, как из серии, руки подняты, ты уклоняешься хуже. Опускаешь руки, сразу, как бы, становишься ловчее. С ударами то же самое. То есть, он, если поднимет руки, то он будет хуже бить. Поэтому я считаю, что он, так вот, систематически опускает руки, там, переднюю особенно. Вообще в этом ничего плохого не вижу абсолютно. Реальный минус. Во-первых, это рост. Бегтимир, он, ну, низковат для полутяжелого веса. Но он реально низковат. И с этим ничего не поделать. Это значит, что грамотные его соперники, тоже Сергей Ковалев, но вот он на 6 сантиметров выше. То есть, за счет этого, он, во всяком случае, может построить свой бокс и попытаться на этом бой выиграть. Это, как бы, реально, с точки зрения бокса. Второй момент, Бегтимир и Милигузиева, он бьет все удары хорошо, в том числе прямые удары, но, обратите внимание, по корпусу бьет очень хорошо, но подавляющее большинство ударов Бегтимиры, это все-таки крюки. Это что значит? Ну, мы джеб не берем. Это значит, что они идут, как бы, не по прямому коридору, как я показывал, так немножко гротескно в камеру, а они, как бы, идут в обход каждый раз, да, то есть, под разными углами идут в обход. И это что значит? Что раз они идут в обход, то коридор главный к противнику, он открыто остается. И грамотный боксер, ну, такой, как Сергей Ковалев, например, такой, как по типу Сауля Канала Альвареса, который больше бьет именно прямые удары, то потенциально, я не говорю, что они это прямо сделают, непременно у них получится. Но, то, что ты специализируешься именно на крюках, и они знают это, и что ты, когда бьешь, то коридор открыт, то есть, как бы, они в разрез потенциально, они могут тебя ловить. И это абсолютно реально. И то, что ты именно прямые бьешь реже, ну, он их бьет, бахтимир, но реже, а, в общем-то, он бьет, как бы, крюки, или даже если прямые, то они, это все равно, это не прямые, то есть, он прямой, но лох это сразу поднимает в сторону, то есть, он как бы больше боковой строится, и не тратить, не как пуля, кратчайшая траектория, а скорее, как выстрел из лука по дуге. И это значит, кто-то тебя, ну, тот же Ковалев, в разрез потенциально может ловить. То есть, я считаю, это является реально потенциальным, ну, как бы, недостатком, если так можно сказать, во всяком случае, тем, на чем тебя можно ловить. Ну, что, ребят, вот я рассказал про Бектемира Меликузиева, он совсем молод, и я считаю, что он очень большой мастер. Мне среди всех узбеков больше всего нравятся Бектемир и Джалолов. Поэтому, когда боксер высокого уровня, нельзя его так вот втиснуть, что, типа, я сказал, вот он такой, все. Нет, на самом деле, все сложнее, но мы разобрали некую основу. В следующих видео, еще годы у нас будут впереди, мы не раз поговорим о Бектемире Меликузиеве, но ваше сегодняшнее внимание, вот сегодня, я хотел обратить именно на его технику, очень интересную, она чем-то похожа на технику Дмитрия Бивула, и передвижения, и удары, разве что он в стороны более активно заходит, и на его тотальное расслабление. Просто сравните с другими боксерами, даже узбекскими, просто вот, что именно Бектемир, он расслаблен принципиально больше. И вроде как для человека далекого от бокса, типа, надо напрягаться, больше мышцы, больше напрягся, больше накачался. А на самом деле, чем ты, несмотря на стресс, несмотря на все, чем ты больше, обмяк, максимально сутулился, расслабился, тем ты и сильнее бьешь, и быстрее, и лучше уходишь, и круче боксируешь. Спасибо, что посмотрели данное видео, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Также по ссылкам под этим видео есть два других разбора, посвященных этому же бою, где мы говорим о технике Ковалева, он далеко не такой простой, и где мы разбираем определенные странности данного поединка. Всем добра, до новых встреч, тушу камеру. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok